Всем добрый день! В сегодняшнем ролике я расскажу вам про нашу новую премиальную линейку частотников и приборы FDE. Мы поговорим об основных отличиях от линейки FDE, я расскажу вам про аксессуары, которые можешь привести к этому преобразователю, а закончим мы конструктивным и особенностями этого частотника. Приятного просмотра! В линейке представлены мощности от 1,1 кВт до 315 кВт, что позволяет управлять двигателями вплоть до 600 Ампер. Частотник имеет три режима управления, скалярный, он же вольтчастотный, векторный без датчика обратной связи и векторный с датчиком обратной связи. Перегрузка частотника составляет 150%, что позволяет использовать его в большинстве приводных задач во всех сферах применения. Сам частотник приходит в такой комплектации. Открывая коробку, вы увидите. Руководство по быстрому запуску, полное руководство на русском языке и также паспортный прибор. Достаем сам частотник. И можем обсудить его конструктив. Каждый частотник приходит вот в такой упаковке, что говорит о его целостности после выпуска завода, а также гарантирует его защиту от пыли и влаги при транспортировке. Теперь давайте откроем упаковку и познакомимся с частотником поближе. Так же как у EWDL, у этого частотника имеется быстросъемная панель оператора и быстросъемный вентилятор. Панель приходит в двух видах, потенциалом и без. А какая при этом именно вам, зависит от мощности заказанного частотника. Вы можете увидеть на экране табличку, либо на нашем сайте. Эта линейка ПЧ имеет съемную карту расширения входов. Конкретно этот частотник приходит с такой платой. Но вы можете заказать плату, которая поддерживает встроенный блок питания на 10, 12, 24 Вольта, которая поддерживает интерфейс РА4.8.5 или содержит входы для энкодера. Таблицу совместимости вы можете увидеть на нашем сайте. Линейка FDE по функциям при расходе линейки FDL. В этом частотнике присутствует полноценный PIT-регулятор, включая версию сигнала задания, полноценный векторный режим работы с датчиком обратной связи, возможность записи параметров ПЧ в панели управления, возможность работать с энкодером, большее количество защит, большее количество аналоговых входов и выходов, а также наличие макропараметров. Теперь давайте запустим частотник и на примере какой-либо задачи рассмотрим его работу. В РА расписано большинство стандартных применений частотников, а также для вашего удобства примеры программирования есть на нашем сайте. Давайте настроим частотник на поддержание заданного давления. В РА в качестве примера разобраны две схемы с использованием встроенного источника питания и внешнего, используя ту схему, которая подходит вам. Для имитации датчика давления я буду использовать калибратор токовой петли RZO, производства нашей фирмы. Теперь проведем стандартную процедуру для всех ПЧ, а именно автоматическую адаптацию двигателя. Дальше в объем параметра необходимые для этой задачки. Их я взял из нашего примера программирования с сайта. Останавливаться подробно на параметрах не буду, так как они являются плюс-минус стандартными для всех частотников, и вы, скорее всего, со всеми параметрами уже знакомы. Теперь давайте проверим конфигурацию. Для начала запустим RZO. Включим режим ток, зададим какое-то значение и включим его. Запускаем двигатель. Когда мы смоделируем какое-то высокое давление, двигатель будет замедляться. Если сделаем его маленьким, он будет ускоряться, чтобы, соответственно, поддерживать его постоянно. Как видите, все работает верно. Также прошу вас не забывать, что в многих задачах требуется применение дроссель, либо резисторов. Про них вы также можете прочитать на нашем сайте. А если у вас остались какие-то общие вопросы или вопросы, связанные с подбором, вы можете написать наши техподдержки по адресу support.sobakovin.ru На этом все. Пишите комментарии. Будем рады на них ответить. До скорых встреч. Все хорошо. Закрываем. Пока.